В догоночку к каньону, слушай, у меня появилась интересная идея, я хочу поделиться и услышать ваше мнение, стоит ли такое делать. Ну, про каньон, да, тут упали в каньон, то есть маленькая карта, маленькая карта, и наши ребята находятся на 19 левеле, на 19 уровне, а поверхность на 39, то есть они каким-то образом заспаунились на ручье, на 20 уровней ниже поверхности. У меня вот какая мысль, а что если начать тут что-то такое строить, что именно строить, то есть каньон у нас, речка течет снизу вверх, если мы, допустим, посчитаем, что вот эта сторона у нас тихая, вот эта громкая, начнем сейчас, зарубимся сюда, внизу, внизу начнем развивать производство, я не знаю насчет офисов, допустим, с этой стороны офиса, но суть в чем? Вот здесь, я не знаю, нужно ли нам осушать этот брук, но систему для осушения и для перекрытия, то есть поставить здесь шлюз, для того, чтобы мы могли при необходимости перекрыть полностью воду в нем, мало ли что случится в процессе построек. Далее, эту воду отсюда мы возьмем с ручья, поднимем наверх, на самый верх, здесь прокопаем, либо с этой стороны прокопаем канал, вот такой, и снизу вверх поднимем воду, заполним этот канал, просто одно тайловый канал на расстоянии 2 тайла, скорее всего, да, здесь будет подвод воды, а здесь будет по диагонали сброс воды вниз, и у нас получится водяная штора такая, водяная стена. Получается, что по длине каньона мы можем сбрасывать воду, получать целую кучу водопадов, то есть сделать такую водяную штору, и у нас вот эта сторона тихая, по этой стороне у нас будет, допустим, госпиталь, здесь будут спальни с стеклянными, а подожди, песок у нас тут есть? Песок есть, да, песок есть, хорошо. Здесь, с этой стороны, у нас будут спальни с окнами, выход, которые смотрят в каньон, да, ну, дварфы, что они? Они хотят смотреть в окно и видеть камень, правильно? Они же не хотят видеть просторы, деревья там всякие, они хотят видеть камень, каменные пещеры там всякие. И вот здесь, в этом каньоне, мы сделаем такой город дварфов. С этой стороны наделать квартирок, с этой стороны у нас будут тихие места, там библиотека какая-то, может быть, храм какой-то сделать, эту, как она называется, еще раз, блин, вылетел, больничку сделать вот здесь, такую дварфийскую. А с этой стороны, с выходом в каньон, с окнами, будут у нас офисы, офисы для нашей знати, для работы. Ну, и тут производственные мастерские, и тут кухня-столовая где-то здесь внизу, да, выше, допустим, производства, все такое. И проход на работу, допустим, с тихой зоны, поспали, пришли, утром встали, пришли, может быть, даже здесь обеденный зал большой, здесь покушали в митинг-зоне, либо-либо здесь сделать, я не знаю, обеденный зал считается, то есть зал для встреч считается шумным местом или нет. Надо, или только мастерские, то есть надо посмотреть еще, что шумит. Вот, то есть сделать тихую зону, производственную зону и выход офисов и выход квартир, чтобы были в каньон, а в каньоне будет водяная стена такая, то есть водопад по всей длине каньона. Это будет, конечно, немножко влиять, но я думаю, что будет красиво. Немножко неровненький он, я не думаю, что это проблема, мы в принципе его можем расширить, выровнять, сделать его пять тайных... Что это такое у нас? А, это стрекоза. Стрекоза. Можем расширить, в принципе, сделать его в пять тайлов шириной. Единственное, что там, где будет падать вода водопадом, там брук нужно будет убирать, он будет разляпываться, посмотреть, куда будет ляпать, там надо будет поверхность ручья убрать, сделать из него просто вот канал такой. То есть вот эту поверхность убрать, прокинуть мосты какие-то, может быть, сделать переход между двумя зонами, сделать такую стеклянную галерею между струями водопада, вот такой антайловый проход, и внутри закрыть сверху с боков стеклом его, снизу пол, и вот такая стеклянная галерейка, несколько галерей сделать проход. Может быть, как-то по-другому это оформить, я хотел бы услышать ваше мнение, ваши комментарии, стоит ли здесь что-то делать, или, может быть, в пустыню пойти. Кстати, о птичках, я подумал тут, потому что у меня уже записан гайд, вот, я там гайд по базовым основам управления, но гайд я прохожу на леднике. До этого, то есть, на всяких веках я смотрел, говорят, что ледник это самый сложный. Нет, ледник не самый сложный вариант, самый сложный вариант пустыни без аквифера. Ну, как, не самый сложный, обещает море веселья, потому что воды нет. Вот, я думаю, попробовать пустыню без аквифера, поиграть, посмотреть, что же это, можно ли там выжить, то есть, это больница, больница сразу нет, да, умыть, помыть дварфов не можем, они будут грязные у всех ходить, надо будет попробовать пустыню. Но, перед пустыней, я хотел бы слышать ваше мнение по поводу каньона, вот этого. То есть, упали в каньон, или, как это назвать, каньон, наверное, да, каньон. Немножко дерево у нас есть, ну, все ресурсы есть, тут, по-моему, медь есть у нас, может быть, какие-то пещеры пробьемся, посмотрим. Но, вот, именно по оформлению вот этого, как можно еще оформить, то есть, мне просто понравилась идея, то, что можно поднять воду на 20 этажей вверх, то есть, на ручье сделать выданные колеса, правильные, хорошие, отключаемые, поднять воду на 20 этажей вверх, закинуть ее в канал, и с этого канала сбросить 20-этажный такой водопад, который будет стена воды, которая будет спадать вниз, и будет красиво. И дварфы будут из своих спаленок смотреть через эту стену воды, на офисы знати, и будут думать, как же знати хорошо сидит в просторных офисах, а нам надо тут, в углу сидеть, работать в мастерских. Вот такая вот мыслишка, такая идея, хочу услышать ваше мнение, вдогоночку, доцеплю видео. Услышимся, ребят, жду ваши комментарии, пока.